Вот уже почти 30 лет штаб-квартира прокуратуры Санкт-Петербурга располагается в этом знаменитом Исаакиевском доме, старейшем из сохранившихся зданий на Исаакиевской площади. В начале 19 столетия здание принадлежало одному из богатейших людей того периода, крестнику Екатерины Второй, другу Пушкина Ивану Мятлеву, который превратил свой собственный дом в один из крупнейших культурных центров столицы империи. А до него здание принадлежало Льву Нарышкину, приближенному императрице. Для него здание построил, предположительно, сам Антонио Ринальди в 60-х годах 18-го столетия, когда Екатерина только взошла на российский престол, а прокуратура готовилась к масштабной реформе. Когда-то на территории между реками Невой и Мойкой располагалась усадьба, принадлежавшая сподвижнику Петра Первого Павлу Ивановичу Ягужинскому. К сожалению, она до наших дней не дошла, зато сохранился вот этот дом, построенный сыном первого прокурора Сергеем Павловичем Ягужинским, оказавшимся абсолютно бездарным коммерсантом и промотавшим все отцовское наследство. В 1786 году дом Ягужинского купил для почтового ведомства тогдашний канцлер Александр Безбородко. Вообще же история графского рода Ягужинских начиналась довольно-таки славно. 300 лет тому назад, 12 января 1722 года, Петр Первый подписал указ о создании в России прокуратуры, а через несколько дней на должность первого генерала-прокурора при правительствующем Сенате назначил своего близкого друга, приближенного сподвижника Павла Ивановича Ягужинского. Представляя кандидатуру, которая идеально соответствовала требованиям главы надзорного органа сенатором, Петр Первый произнес ставшую уже хрестоматийной фразой «Вот око мое, коим я все сам буду видеть». Сама идея о необходимости учреждения надзорных органов появилась у Петра Первого в результате сравнения работ госаппаратов России и европейских стран. Император полагал, что российский аппарат госслужащих не способен в полном мере обеспечить жизнеспособность государства, в отличие, например, от шведского или французского. Безусловно, органы надзора существовали в русском государстве и раньше. Например, знаменитый и очень влиятельный Челобитный приказ, который был создан в 1550 году в Москве в правлении Ивана Грозного. Возглавлял его приближенный царя Алексей Адашев. На рубеже 17-18 веков стал особенно заметен значительный рост должностных злоупотреблений, казнократства и взяточничества, неисполнения царских приказов. Постоянно увеличивались какие-то поборы населения и усиливалось его бесправие, что в итоге ввело к росту недовольства и затем к смуте. Вот для борьбы со всеми этими негативными явлениями понадобилось создание специальной государственной службы, которую в 1722 году и возглавил Павел Ягужинский. В фондах Российской национальной библиотеки хранится редкая книга, изданная к 140-летию с момента образования российской прокуратуры во второй половине 19-го столетия. Фактически это первая попытка описать биографию и деятельность самого Ягужинского. Кстати, он довольно быстро занял ключевые позиции в государственных делах, играя по существу роль второго лица в империи после Петра Первого. Позже русский историк Ключевский метко скажет, что генерал-прокурор стал маховым колесом всего управления. Сам Петр не раз повторял своим приближенным, что смотрит Павел так верно, как будто я сам видел. При преемниках Петра Первого Ягужинский в полной мере познал взлеты и падения. Во время так называемого заговора верховников его даже обвинили в измене и арестовали. Правда, из краткосрочного заключения он вернулся еще более могущественно. В итоге Ягужинский дослужился до чина действительного тайного советников. Позднее его произвели в сенаторы, а при императрице Анне Иоанновне получил титул графа и стал ее кабинет-министром. Павел Ягужинский скончался 6 апреля 1736 года и был похоронен в Благовеченской церкви Александра Невского монастыря. В 2022-м о первом в русской истории генерал-прокуроре решили вспомнить снова. В честь 300-летия с момента образования российской прокуратуры и 350-летия с дня рождения Петра I решением топонимической комиссии Петербурга было рекомендовано присвоить скверу, который находится на углу улиц Тверская и Кавалергардская в центральном районе Петербурга наименование сквер Ягужинского, таким образом отдав дать уважение и памяти сподвижнику Петра Великого.